Да-да-да. Народ, всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня мы с Наташей будем сделать обзорочку на прекрасную парфюмерию, которую мы купили у Ахмеда Эли Магриби в магазине Бавадимоля. Ссылочку смотрите вверху в описании. Сейчас представляем вам шикарный пакет. Снова смотрим, да? Пакету претензий нет, картону претензий нет. А что же мы купили? Кто смотрел прошлое видео, конечно, заинтересован. Так, я держу, Наташа выставляет. Я тоже выставлю. Тоже хочется такая коробочка какая-то. Коробочка номер 1. Черная, да? Пойдут двое черных, ребят. Дальше беленькая коробочка. И мюдовая коробочка, да? И еще есть малыш, которого Наташа просто... Наташа удачно купила бутылочки. Как они называются, я не знаю. Я забыла. Бутылочки, чтобы переливать парфюмерию, перебрызгивать. Нам продавец просто в магазине открыл и набрызгал целый тестер. То есть 7 или сколько миллилитров? Нет, 4 миллилитра и полностью был. Вот я уже... Не дешевого парфюма, а как Наташа попросила. Ну вот, наши все малыши. Видите, они упакованы. Четенько показываю. Специально приехали в отель. Специально для этого? Да, потому что уже жарко снимать просто на открытом пространстве. Мы в отеле Меркьюри. Крутой отель. Смотрите ссылочку. Очень крутой, зеленый, экзотический, в горах. Ну и привезли с собой всю парфюмерию. Ждали. Ждали, чтобы распаковать. Я уже в нетерпении. Просто когда же мы уже снимем, чтобы я опять же вспомнила, как они все пахнут. Потому что есть какие-то воспоминания, но я не помню. Начинаем? Да, начинаем. Так, давай начнем с чего? А, давай скажем так, что лезер, вот этот аромат называется лезер, то есть кожа. И этот аромат, ты мне тогда сказала, когда мы покупали айн, аромат айн, ты говоришь, смотри, есть лезер. Попробуй, не было недорогая, она и осталась недорогая. Ну как, там вроде было 52 дирхама, сейчас 55, это 14-15 долларов. Это, в принципе, для такого аромата, это дешево, но да, но это дешево, как мне кажется. Ну для такого тебе понравился, а тогда я, когда, ну, понюхала, я так, ну, хороший его. Ну вот я его разрезаю, тут блюду разрезаю. Пытаюсь, по крайней мере. По шуршовам, простите, пожалуйста. Нет, ну этот аромат выбрала я, такая еще такая вот перфорированная коробочка, да, как кожа. Так это не перфорировано, а реально сделано, как кожа. Видите, какой класс. К картону претензий нет. К картону никогда нет претензий. Качество, качество. Так, лезер. Сколько здесь миллилитров? Не знаем. Давай, наверное, откроем. Давай уже, если мы сказали, картону претензий нет. Боже, в середине так красиво все сделано. Эльма Гриби, все, тут тоже тиснение, тиснение это называется, да, брендированное тиснение. Ты, какой флакон, матовое стекло, как было модно в 90-х, да, на крышечке, крышечка как бы деревянная, ну, кажется, как деревянная, это уже название бренда. И тоже брендированное, вот это я согласна на себя обрызгать, я его выбрала, если что, то я его выбрала. Я его не помню, кстати, этот аромат. Так, дальше открываем Ут Классик. Да, расскажи вообще, как ты его увидела. Ут Классик? Да, мы-то увидели его случайно. Значит, Ут Классик и Зурайк, Зурайк, Зурайк. То есть, два муска, да, стояли? Присмотритесь, я не знаю, как правильно читается, я думаю, Зурайк, я так буду читать. А почему муски ты называешь? Потому что этот белый, это Ут, Ут Классик называется. А как я и... Прошу прощения. Значит, продавец мне их не дал понюхать, если честно. Ну, я называла, в принципе, что я хочу, и все он давал. И мы очень долго находились, вы посмотрите видео, я надеюсь, получите удовольствие. И вот я ходила по магазину, я уже вышла из магазина, потому что, конечно, много, простите за шуршание, много всяких ароматов. А в это время, пока мы там сидели, воду пили, наслаждались, заходили очень много покупателей, в том числе, ну, скажем так, паспортов мы не видели их, какого гражданства. Ну, очень было похоже, что это местные были жители. Да, мужчины были в белых кондорах, женщины в черных обаях. Да. И вот одна пара, пришли они, причем очень они недолго были, они пришли, стали за отдельный столик и купили что-то, я даже не заметила, и ушли. Потом, когда вот уже в конце всего, что мы уже выбрали, вот этот аромат, да, вот этот аромат, да, я подхожу к столику. Ой, картон такой приятный. Я все понимаю, что картон это не важно, но вот, в принципе, это так красиво. Ну, это прикольно, прикольно, молодец он. Это так красиво, он это Ахмед, да? Кстати, продавец сказал, что почему у них такие недорогие ароматы, что Ахмед не ставит высокую цену. Рядом был магазин Вау. Ну, хозяин, магазин как Вау? Вау, Вау, Вау. Нет, Вау это название аромата. Альфа Сик Духур, ну как, очень. У них аромат Вау был, такой же, как Иляин. Нет, ничего подобного. Оказывается, ничего подобного. Это уже значит, люди рассказали, что... Продавец сказал, что наш хозяин, Ахмед, он сказал, что... Ну, все с собой на небеса не заберешь. Зачем я буду задирать деньги за ароматы? И просто я даю возможность людям покупать их по доступной цене. Ну, так, по крайней мере, я бы сказала. Хотя, как я поняла, мы спросили, почему какой-то... Я поняла, что мы про Айн спрашивали, почему аромат Айн столько стоит. Он говорит, вот там вот стоит Вау, похожий на Айн и на какой-то такой... Он стоит 400 с чем-то, Айн стоит 141. Мы говорим, почему такая разница, если не похожа? Ну, потому что хозяин дает возможность покупать. Кстати, вот эти вот к этому еще подходили несколько девочек местных. И мы тоже заинтересовались, потому что цена тоже 55. Тоже 14,9, 15 долларов. Каждые 15 долларов. Теперь посмотрите на крышечки, на коробочке. Крышечки сделаны как кожа, под кожу сделаны. Вот эта вот часть, под кожу. Золотые, пластик, но очень увесистые флаконы. Опять же, матовое стекло. Здесь идет название. Здесь идет, посмотрите, какое дно. И здесь. Боже, какая красота! Посмотри, я не видела, какое дно красиво. Класс! Значит, а теперь моя история, да? Вот этих двух ароматов. Значит, к ним подходил, купил, что купил, я не знаю. Парень и девушка, они ушли. И когда уже в конце мы выбрали вот эти два аромата, я обращаю внимание, что на столике стоят они. Ну, я подхожу, взяла, один понюхала, второй понюхала. Приятные. Спрашиваю, сколько эти ароматы стоят? Продавец говорит, 55 дирхам каждый. Я говорю, сколько? Он говорит, 55 дирхам. То есть, после 200, 300. Да. И после того, как я понимаю, что уже эти ароматы мы сейчас назовем цену, ну, мой, значит, часть разума, которая отвечает за адекватность, она со мной попрощалась, и я сказала, хочу. И так были куплены еще вот эти два аромата. Ну, сейчас будем их тестировать. Мы как бы точно планировали кожу, остальные кожи... Ну, вообще-то за кожей зашли. Мы зашли за кожей, но... Ну, сейчас мы покажем вам самое дорогое, откроем. Да, из 200. Это аромат, это... Это 54 доллара. 54 доллара. Этот аромат называется бин шейх. Хотя в прошлый раз я обратила внимание на как бы два аромата в похожих флаконах, но они, правда, идентичны. Сейчас я сниму зиму. Ах, богато, дорого, красиво. Коробочка огромная, да? Посмотрите, какой картон. Тиснение, вязь арабская. Но, опять же, вот-вот все оно как бы не имеет значения, а на самом деле все имеет значение. Золото, красиво. Лейблочку покажи. Кстати, да, вот эти заморочатся на эти защитные... Как это называется, забыла? Штучка? Голограммочки. Голограммочки, да. Давай открывать. Это вот же еще вот тиснение. Да, давай открывать. Я уже в нетерпении, в предвкушении. Коробочка здоровая. Помните, как мы нарнию открывали? Давай, смотри, что здесь. Что-то... Оу. Опять начинается? Давай как-то ты сама. Не, ну как бы и вообще вот поставить. Да, ребята, это красиво, наверное, должно быть. Смотрите, какая упаковка. Это нечто под кожу. Ну, кстати, ну так. Ну, проветриться будет классно. Немножко химически. Подожди, подожди, подожди. Не нравится эта коробочка. Смотрите, какая коробка. Так сюда еще и складывать можно. Сейчас посмотрим. Не только парфюмы, а, наверное, какие-то. Как открыть? Вот. А, вот. Вот. Слава богу, ничего ломать не пришлось. Ох, палки. Посмотрите. А это красиво. А это что, бумага или ткань? Бумага. Ткань. Это ткань. Ткань? Да, ткань. Вот он. Ох, ничего. Нет, все себе. Все себе. Я боюсь, чтобы он не выпал. А можешь мне помочь? Да. Вот как-то его снизу. Не-не-не-не-не. Я хочу, чтобы показать. Он не выпадет. Не выпадет крепко. Смотрите. А что это в середине красное бордо? Вот такой. Королевский бархат. Коробочка, ну да, за 200 заморочусь. Не, он крепко здесь в этом. Я думаю, сейчас его еще. Напряжешься вытаскивать его. Представляете? Это подарок. Та-дам. Бин шейх. Этот аромат называется бин шейх. Что делаем? Вынимаем аромат. Ну, прямо аж жалко вынимать. А ну, все вытащим. Класс. А ну, посмотри, что есть такие вот белые такие линии. Так, все. Красота. Да, убирайте коробочку. У нас все-таки про ароматики. Так, итак, первым была кожа. Потом два муска. Ну, почему муск? Опять ты муск, да. Почему-то их муском называют. Ну, пускай, хорошо, называй, я не знаю. Хорошо, тебе можно, тебе сегодня можно. Так, ут классик, зух, как, зурак, зурайк, зурайк, я буду его называть, зурайк и бин шейх. Ну, и маленькая такая вот. Что будем делать? Давай не будем о них читать. Кожа давай. Давай кожу. Да, мы не будем о них читать. На тебя, на себя. Да, кожу я готова брызгать на себя. Итак, начинай. Да, давай. Угу. Смертельный номер. Вы знаете, я этого не люблю. Ну, лайчочек поставьте, пожалуйста. Давайте. Сейчас раскроется. Это очень свежий, яркий для кожи. А ну. Так, я себе два разочка на... Ммм, сейчас. Знаете, чем мне сразу запахло? Нечто подобное на... Я пока еще не могу понять. Сейчас, сейчас, народ, подождите. Рассолистость какая-то. Знаешь, когда вот... Ну, серьезно я тебе говорю. Нет, нет. Рассолом я пахнуть не хочу, это точно. А это не факт, что ты будешь пахнуть тем, что я буду пахнуть рассолом. Будет очень красиво. У нас сейчас какое-то дерево такое, какое-то мокрое дерево, я даже скажу. Вот действительно мокрое. Мокрое дерево какое-то такое. Вот не, неплохой запах такой. Вот такое вот мокрое после дождя. Водяновно. Когда ты чувствуешь после дождя, и сейчас так классно будет. И сейчас вот почки пойдут, сейчас зелень появится, сейчас весна пойдет. Вот такое... Как ты красиво описываешь. Вот такое вот мокрое дерево. Ну, это фантазер. Ну, ты и фантазер. Ну, а вот кожей как-то не... А я чувствую, знаешь, не кожа, а вот... А тут интересно есть. Слушайте, а мне понравилось? Ну, что есть в любом восточном таком аромате. Тут, наверное, добавление какое-то. Ну, не факт. Ну, вот такое красивое, мокрое, весеннее дерево. Древесность есть. Ну, первое, я слышу, действительно, рассол. Ну, вы уж меня извините, но я так слышу. Это рассол, когда солят, засаливают огурцы. А значит, там укроп. Там вот эти листья хрена, укропа. Это зелень. Вот ты сказала свежесть, а это зелень. Это не значит, что это плохо. Ой, набирает обороты, знаешь? Классно. Подожди, подожди, давай это, мы дадим себе шанс. У нас еще будет много ароматов, поэтому не будет. О, какой интересный. Вообще, друзья мои, за 15 долларов в классную. Ребята, цена 55 дирхан. Да ни о чем. Это за такой аромат. Ну, во-первых, это даже, если стоит, это красиво. Какое стекло. Аромат обещающий. Такое вот, все будет хорошо. Придет весна, придет лето. Уйдет вирус, дай бог, ставьте лайк за это. И вот все будет классно. У тебя такое настроение. Вот оно идет. Когда ты уже сидишь на солнышке, жмуришься и вот. Древесность есть действительно, да? Да, да, классно. Свежесть, но опять же свежесть вот такое с деревом. Приятно, приятно. Очень классная аромата. Я рада, что мы вернулись и решили. Надо, вот мы дадим время ему и, надеюсь, мы поймем. Так, а вот это, где часть разума адекватности покинула меня. Давай их все-таки на... Да, давай. Не, мне однозначно. Потому что я их не помню. Я их не помню. Я помню, что ты мне их принесла. Я понюхала. Мне очень понравился, особенно белый. Беленький? Начнем с беленького. Давай с беленького. О, какой прекрасный лезер. Я говорю, давай за такие деньги берем и мы... Посмотри, ну это вообще. Это как, знаете, у гриба под шляпкой. Какая красота. Красиво-красиво. Вообще. Давай посмотрим. Ну, флаконище. Белый, помню, что была очень приятная свежесть. Ну, мне кажется, действительно, очень кажется на мускус вот что-то в нем. Вот само направление дает... Мне казалось, когда ты пришла такая мускус, что взяла, что это мускус. Ну, разверните немножко. Мне так жалко, когда... День! Ой, какой приятный. Ух ты. Ну, свежесть. Цветы. Нет, это не у свежести. Цветы и как белые какие-то. О, ты знаешь, лезер, оно свежее. А это не вот это вот франжипалии или магнолия, вот такая вот, чуть-чуть вот. Потому что мы сейчас в Атерии, тут вот распускаются посечки. То ли франжипалии, то ли магнолия. Франжипалии. Цветом похож. Так, вернемся к нашим баранам. У меня почему-то чувствуешь его. Белый мускус. Цветы. Цветы белые такие. Это, знаете, в стиле европейского аромата. А в хвоздике нет белой? Пряности есть. Как вот 1 сентября, знаете, вы стоите на линейке, и кто-то придет в хвоздику. И кто-то придет в хвоздику. Учителем. Ой, а у вас такого не было? У меня была преподавательница. И она говорила, вы лучше принесите мне один цветок, но красивый, чем охапку непонятно чего. А под охапкой непонятно чего она подразумевала букет сирени. Поскольку она считала, что букет сирени можно, это на последний звонок, прийти надрать. А, набирали. Да, и принести. Надрать, поесть, попробовать потестировать. Помните, мы 5 листочков. Кстати, я говорю, сиренью мне пахнет немного сиренью. Это цветы. Тебя натолкнуло на мысль. Да, это цветы. Это цветы. Ну, это тоже вот в Турции иногда вот эти вот растут магнолии. А скажи, красивый какой она. Что-то вот такое есть. Господи, ну это не 55 дирхам. А сколько это в гривнах? В гривнах, я не знаю, надо 55 делить на что-то. На что-то делите? Ну да, я уже даже неинтересно. Ну, это, короче, 15 долларов умножь на 28. Ой, ребят, какой курс сейчас? Ну, давай на 28. 420 гривен? О чем мы? Ходарок отличный. О чем мы сейчас говорим? Это обалденный аромат. Это цвет, я не скажу, бело-цветочный, серо-цветочный, зеленый-цветочный. А сколько, подожди, подожди, а сколько миллилитров? Мы как-то так, это, это ж не интересно, это интересно, нет? Так, лейзер 50 миллилитров, лейзер и 50, а давай посмотрим. Вот, 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 значит, зурайк, мне очень, это сейчас пока тяжело запомнить зурайк. И здесь тоже 50. Ох, какой классный зурайк. Я довольна. Я надеюсь, что он не развалится. Это, это, так, это тебе. Спасибо. У нас такое благоухание. Давай я понюхаю. Давай мы проверчим. О, ты, елки-палки. А ну, еще раз. Что-то он так, скажем, хорошо. А ну, давай, давай, давай. Мне, 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 дайте. Какой он классный. Вот, это необычный. Он так не пахнет. Уберите руки от флакона. Уберите руки. Ой, классный. Какая-то такая сладость, не притерная, а такая яркая, какая-то вот такой. Ну, напомню, называется он УД Классик. То есть классический УД. Вот, я ногу не хочу. Это не такой классический. Не такой уж классический УД. Точно есть сладость какая-то, но не УДовская. Ах, нет, а я чувствую неприятно. А я чувствую УД. Тогда почему я еще здесь? А потому что ты растешь. Ты растешь над собой. И потому что это качественный УД. Потому что я же, я же говорю, у меня пора раз в моле проходила, набрызгали продавцы, но не спросили разрешения. У меня потом так плохо было. Оно и пахло нехорошо, и глаза слезились, и все, короче. Я его вижу и на мужчине, и женщине. Да, да, да. Это не мужской, не женский аромат. Мне кажется, вот эти вот два унисекс точно вот этим. Знаете, мне так хочется то ли эксперимент провести, то ли действительно может быть кто-то бы описал. Ну, знаете, вот женщинам почему-то легче. Я пользуюсь мужскими ароматами. Ну, вот эта градация мужской и женский. Но мне так хочется, чтобы... Ну, как, не то, что хочется. Рассказал, да, именно чисто который считается женским ароматом, чтобы вот... Это что подошло просто, это от кожи зависит. Есть, и вот мне даже хочется вот его бы, можно так сказать, обонять. Вот пройти, как на мужчине пахнет женский аромат. Сейчас я расскажу, как мы... Мы в парке, когда ходили года два назад, прошел мужчина с таким ароматом, с таким шлейфом. Шлейф 50 метров. Я вот четко понимаю, это от 50 до 70. Просто уже ходили, мы уже чувствовали так. Этот мужик пошел. То есть, я знаю, когда он проходил рядом, совершенно ничего не чувствуется. Когда он уходил... Вот это была шлейфовость. И вот просто такая красотища, это открытый воздух. Ну, мы набрали смелости, подошли к нему и спросили. Я не помню, какой аромат уже был. А я помню. Он... Как это, конечно, вот так немного на английском... Да, он арабов местный, по-моему. Он так удивился, почему женщины подошли к нему, спрашивают. Но ему было приятно, ему так было... Это было очевидно настолько приятно. И он сказал, это Диор, Диор, Диор. Мы такие, о, ну Диор, да, знаем. А он как-то не Грис сказал, есть Диор Грис. Это линейка бутиковая называется. По-моему, 200 миллилитров, там такие флаконища у них. И как у нас благолухая там? Классно. Я обалдею от всех этих трех ароматов. Удачный аромат. Но у меня он такой вот хорошая сладость, непритерная. Такая яркая сладость. Не шоколадная. Шоколадная? Нет, нет, не шоколадная. Ну и не карамель никакая, не сахар. Это какой-то сухофрукт, типа такой. Вкусный, вкусный сухофрукт. Может экзотический фрукт. Такая сладость вот фруктовая. Но опять-таки непритерная. Не-не-не, очень классно. Я тут притерную не люблю. И вот немного уда. Так вот, он говорит, Грис, Диор. И как-то это, 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 мы, ну, я даже поняла, я не поняла. Да, я интересуюсь, я поняла. Мы пошли в магазин, в мол, и эти Диоры, они отдельно стоят. Зашли туда, понюхали, как говорят, познакомились с этим Диором. Я себя оросила этим Диором. И вы знаете, я разочаровалась. Вот на мне он, ну, во-первых, действительно, не то пальто, да? Не то платье. А на это мужчину, как? Вот шлейф этого мужчины, это было обалденно. Ну, вот. Все, что подходил ему, его кожа, он... Да, это было классно. Поэтому вот не значит, что дорогой аромат, он подойдет к ней. Ну, конечно же, не всем. Но он классный, вот Диор. Мне понравился Грис Диор на мужчине. Хотя, расскажи, нам подсказали, что этот же Грис Диор, да? Это как... Нет, там не написано, что это именно Диор, но есть название Грис. Мы нашли такой же аналог, делается в Арабских Эмиратах, но стоит он... 35 дирхам? Да. Нам подсказала девушка, которая... Нам подсказала девушка, она разбирается и работает в частности. Да, пойдите вот в той-то магазинчик, и он стоит там 15 дирхам. Да, мы решили за 15. Или 15, или... Сколько там миллилитров? Я не помню. Не помню. Он, конечно, не 200 миллилитров. Лайков набросайте, мы в тот магазин пойдем, мы вам видео заснимем, какие там ароматы за 15 дирхам можно... Ребята, но он настолько шикарный. Я понимаю, что это как бы правильно, неправильно. Ну, там не написано, что это Диор. Но он настолько классный, что он действительно для меня лучше, чем Диор Диор. Да, он качественно сделал. Так, мы отступили от... Да. У нас благоухание, поверьте мне. Кожа. Я не чувствую кожи, действительно. Я вам покажу, кстати. А давай проветрим немножко. Я хочу так его... Да, сейчас проветрим, а я вам покажу пока крышечку. Смотрите, брендированная. Все классненько. Смотрите, какая... Вот костика. А что там написано? Там написано «Дам ватани», наверное, на арабском. Ой, «Дам ватани». Почему? Беншейк. Беншейк. Этот аромат называется «Беншейк». Все, друзья мои, сейчас мы проветрим. Мы проветрим, потому что... Вернемся к вам. Мы балдеем. С новыми ощущениями. Ставьте лайки. Привет. Ну вот мы и вернулись. И сейчас аромат этот я вам уже показала. Беншейк. Надо Наташу вам рассказать. Напомню, он стоит 200 дирхам, это 54 доллара. Беншейк. Про Ахметаль Магриби говорит об этом аромате очень лаконично и просто. Это наследие... Одну секундочку, прошу прощения. С гордостью представляет Беншейка, аромат наших предков. Прошу любить и жаловать, да? Вот так вот. Все. Культурное наследие. Кстати, хочу очень небольшую ремарку сказать. На сайте Аль Магриби вы не увидите ароматах, вот обо всех. У некоторых есть, у некоторых вообще нет. Вот как у Беншейка. Ноты сердца, ноты базовые ноты и так далее. Ну вот я не понимаю, они меняли, не меняли, но тем не менее... То есть описания ароматов нет. Да, то есть есть. Вот раз, два, три относятся к европейским ароматам. Этот аромат относится к восточному направлению ароматов. Если здесь указаны кожа, что мы прочли? Тимьян. Тимьян и шафран. Да. Все. Ой. Подписчики. Ставьте лак, зато стучится. Мы сейчас вернемся. Ну вот мы снова с вами. Все хорошо. Так, приходили не подписчики, а проверить кондиционер. Все хорошо. Все уже выключилось. Это у нас, понимаете, мы балкон, дверь закрываем, кондиционер включаемся. Мы ждем три минуты, чтобы было выключить. Дверь открываем, кондиционер включается. В общем, и так прохладно. Стойкий оловянный солдатик. Да, это прохладно. В общем, про ветер и все уже. Так вот, закончу мысль про сайт. Например, про Зурайку написано. Изысканное сочетание цветочных мускусных нот освежит и придаст, и этот аромат вам, ну, вас освежит и придаст свежесть. Все. А правда. А все. А правда. Шейх мы сказали, кожу мы сказали. А, еще вот Гардения осталась. Гардения я немножко позже расскажу. Но опять же, написано, это цветочно-фруктовый аромат. И есть, по-моему, отсылка к тому, что... Ой, Камелия, Гардения я говорю, Камелия. Древесно-амбровая база отражает вашу внешнюю красоту. А про шейху мы что сказали? А про шейху это аромат, который присутствует с вами в течение дня. И Ахмед Аль-Магриби с гордостью представляет этот аромат. Это аромат наших предков. Все. То есть, все. Кроме того, что это западные, это восточные, мы... Сейчас мы и сами вам скажем. То есть, знаешь, в этом мне очень... Мне нравится на самом деле, что тебя никуда не направляют. Ты сам решаешь, чем это... Ну, давайте. Да, давайте. 200 дирхам. Все-таки. 200 дирхам. Ну, простите, не 500. Ох ты. А мне какая-то слива или груша фруктовая. Ой-ой-ой, да. Это уд. А, точно. А теперь это уд, да. Да, это уд теперь точно. Знаешь, у меня это уд и немножко мускуса. И действительно несколько... Можно я скажу, что мне запахло? Говори сначала. Ну, сначала запахло такой, когда я брызгала, хорошей такой вкусной грушей или сливой. Потом, знаешь, сказала, это уд я поднесла, запахло фекалиями. Чуть-чуть, да, так уд пахнет. И сейчас уже пахнет красиво. Красиво. Только я все-таки не понимаю, почему уд в кусты начинает пахнуть какахами сначала. А сейчас пахнет вкусно, но подождите, я скажу вам, чем. У меня цветы какие-то есть здесь. У меня снова фекалии, прошу прощения, я не знаю. Ну, он там вот фекалий, сейчас я тебе устрою. Вот почему я к удам странно отношусь. Нет. Мне ничего этого, как Оля говорит на букву F, не буду еще раз повторяться, не пахнет. Балдежный, вот просто обалденный удовый аромат. Но это не уд в чистом виде, а действительно здесь есть и фрукты, пряности. Ну, что я почувствовала? Такая вот груша. Вы знаете, мне это все-таки, кажется, это все играет уд на самом деле. Ну, она так как-то груша, фекалий, груша, фекалий. Не могу быть. Ну, действительно, народ, странно. Я буду прыгаться, когда у нас собрание в школе будет, все, пусть и меня не садились. Ну, почему? Один разочек мой, но очень один раз, я думаю. А ну, дай мне, прости, дай мне свою руку с кожей. Ты думаешь, я руку не помыла? Нет, ну чего ты. А, с кожей, с ароматом кожи. Фу, я уж не только думала. Класс. Да, кожа класс. Ну, я думала, знаешь, она мне сейчас перебьет, все, нет, ничего подобного, не перебила. Ну, нам тут проветрился, проветрил кондиционер, хорошо. Это красивый, богатый удовый аромат. Точно удовый, такие ароматы. Ничего я не слышу, что ты слышишь, совершенно, наверное, мне вот в этом плане, ну, как везет. Видите, самые разные ощущения. Поэтому, действительно, сидеть, одно дело послушать чье-то мнение, чье-то восприятие и купить слепую, и не дай бог обвинить того человека, что он не слышал того, что вы слышите, это, конечно, занятие. Это такое, в общем, ребята, аромат, конечно, классный. Он богатый. Да, если вы неуверенны в чистом человеке, так вот попроще ароматы. Вообще-то, я шла за, ну, искренне, внутри души, Оля шла за лезер, и все, и все. Мы хотели купить кожу. А я хотела, да, вам ватане. Потому как скупились на 100 долларов, прошу прощения. Это больше. Я брызгаюсь. А, кстати, она как-то так. Отойди. О, приятненько брызгает. А, что заметили? Крышки открываются отлично. Ну, как ничего нет. Это стекло. Это стекло. Классное стекло. Сделано грани красивенное. Ох, какой красивый ут. Ну, еще осталось про малыша рассказать. Чернослив какой-то, да, вот класс. Про малыша. Мне вот груша. Первая такая смачная груша такая. Камелия Гарден. Я вам сейчас покажу фотографию, как он выглядит. А на видео вы увидите, он такой ярко-фиолетовый. Ярко-фиолетовый. Вот этот аромат. Я тут написала, что он 132 дирхама за 40 миллилитров. Это 35 долларов. Стоит. Первый раз он мне очень привлек внимание. Привлек и все. А сейчас я попросила, тоже я понюхала, но как-то в магазине. И, ну, не очень. Что-то, ну, на фоне всех-всех-всех ароматов не очень. Я попросила сэмпл, если у вас нету. А мы купили, вот буквально в магазине зашли, купили вот эти пустышечки. Я говорю, у меня есть пустышка. Отольете мне? Он говорит, без проблем. Это очень классная пустышка. О, да, так посмотрели. Где вы купили? Да, у вас на первом этаже тут есть пейсов. Ребята, ну. В итоге, я думала, он мне там отольет, ну, чуть-чуть, да, там пару упрысков. Смотрю, он мне дает полную. И вот, смотрите, оно было просто по винчик, да, под завязочку налито. Прошло сколько мы? Неделя? 7 дней. И вот сколько я его использовала. Скажем так, да, я пользовалась. Это тот аромат, который как бы я очень вот от любви. Не то, что нет, ненависти никакой к этому аромату нет. Я просто, знаете, опять же, вот цена и надо, нужен ли он мне. Если бы мне его подарили, я была бы очень довольна. Я, можно, типа, ой. Конечно, у меня есть это ой. Но сейчас я хочу, чтобы ты сказала, а потом... Одного хватит. Мне его жалко. Мне пахнет лугом. Луг? Луг, луг. Зелёный луг. Летний зелёный луг. Ничем таким фиолетовым фиолетовым не пахнет. Я знаю, почему коробочка фиолетовая. Он пахнет мне зелёным лугом. Я на лугу. Ну, может, я на лугу после уда и нюхаю там. Ну, называется Камелия Гарден. А, сад. Сад, да. А мне луг зелёный. Тебе луг. А мне пахнет зеленью. Вот если бы цвет мог пахнуть, зелёный цвет, то действительно, это один из вариантов, как бы мог пахнуть зелёный цвет. Это настолько ярко-зелёный аромат, и есть деликатный уд, деликатная удовость. Она очень, она настолько, но есть, не слышна. Но вот эта зелень, это не скошенная трава ни в коем случае. Это цветочная зелень. Но если бы вот цветок был от природы зелёного цвета, и он бы источал этот аромат, то это был бы вот Камелия Гарден. Вот который здесь. Интересно, где он писал. Ну, это, вот он меня манит. Он настолько... Это нет. Это не аромат про то, что зашла женщина, у неё шлеп, зашла дива, оперная певица. Ну, как бы, знаете, такое представление, что вот дивы уже были в наших обзорах. Скажем, да, вот скажем, шик. Нет, это не тот шик. Это аромат даже про телесность. Про запах тела. Но опять же, тело не кремовость, не пудровость, ни в коем случае. Я не могу это описать, но это действительно как аромат, вот не шампуневость, не мыльность. Но это аромат чистого... Вот телесность. Я бы даже не аромат чистого тела, телесность. Я не знаю, почему. Это зелёная телесность. Он настолько классный. Ну, вот 132 дирхама, мне что-то жраба дали. Ну, 35 долларов, ну так, прилично. Вот я не знаю, почти вот как... Ну, эти вот за пятнашку стоят, да? Ну, вообще классно. А эти... Все 3-15 нету. Ну, и даже вот этот я пока, мне кажется... Ну, они, конечно, вложились... Ну, специфически просто. Приподнеси... Ну, знаете, я помешалась на удах. Всё. У меня уд, меня накрывает, я хочу уды. Я хочу вот именно чистый в удах. Хочу, хочу. И я не чувствую, наверное, это может быть и с одной стороны беда окружающих, если я буду на себя наносить. Но с другой стороны, для меня этого я не чувствую, вот того, что ты чувствуешь. Я чувствую эту прекрасную, развивающуюся эту массу, обволакивающую. Обволакивающую, что сначала могут пахнуть фекалиями, потом раскрывается аромат. Я это не придумала. А я не чувствую сразу это. Вот мне это прекрасно. И камелия. А камелия, она вот благоухает. Оно пахнет у меня сейчас в шкафу. Я обрызгиваю вещи. Да, нормально. Если я нахожусь рядом, значит, хороший зелёный лук. Вот зелёный лук, а мне зелёный цветок. Вот если бы именно зелень, телесная зелень. Я не знаю, как его ещё описать. Классный, он классный, стойкий. Шлейф, опять же, я не могу сказать. Все ходят в маске. Конечно, никто за нами не бегал, как вот мы тогда за мужчиной. Но мы не бежали, мы подошли ускорить. Но, по-моему, прекрасно. То есть, вот сейчас, опять же, я поражена действительно открытием этого магазина. Опять же, Лена, спасибо тебе за этот, за наводку. Просто, когда мы, вот то, что Оля сказала, есть фирма Анфосик Духур. И, ну, это как бы такая одна из фирм большого конгломера, скажем так. Которая рядом находилась. И там ароматы по 500 дирхам. Я не буду ничего говорить за них. Я не нюхала их. Не знаю. Возможно, мы зайдём, когда поймём. Возможно, там есть какие-то вау. Но по отзывам, которые я читала, большого откровения там не произошло. Ну, и 45 это за дорого. Если там что-то на обзор убрать, это... Просто, когда есть за 55, вы меня... Ну, это нельзя сравнить несравнимое. Ну, ребята, от начала коробки, заканчивая ароматами, это бомба. Ну, я считаю, это... Мне тоже очень нравятся эти три ароматы. Это богатство. Они своих денег стоят. Они своих денег стоят. Это прекрасные подарки, если у вас получится попасть в Эмираты и в магазин Ахмет Эль Магриби. Слушай, пускай наплатят за рекламу. Хотя, с другой стороны, вы знаете, честно, искренне поделиться. С удовольствием смотрите, с удовольствием, может быть, как бы откладывайте себе что-нибудь. Ну, не что-нибудь, а конкретно про ароматы. И что-нибудь тоже. И что-нибудь обязательно тоже. Приезжайте обязательно. И радуйте себя. Да. Вот такой у нас обзор сильно прикольный. Ставьте лайки, будьте здоровы и, в общем, путешествуйте и прыгайтесь в вкусной парфюмерии. Пишите комментарии. Плохие комментарии обосновывайте. Или не пишите плохих комментариев. Лайки, дизлайки. И все, что ваше душе угодно. В общем, мы будем рады. Мы будем рады. Будет для вас Наташа и Ольга Романова, канал Училка физкультуры в Эмиратах. Всем пока. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok